Жительница села Садарья, 25-летняя Аида Дасаналиева укладывает своего новорождённого сына. Айбарс родился настоящим богатырём, весом почти 5 килограммов. Женщина говорит, если бы не крупный плод, родила бы сына прямо в юрте, как старшую дочку. Тогда никто бы не узнал, что у неё вообще нет никаких документов. «Я сама подкидыши росла одна, где родилась, кто родителей никогда не знала, и документов у меня никогда не было. До сих пор обходилась без них. Мечтала, что когда выйду замуж, буду жить по-человечески, но, видимо, не судьба. Живём с мужем в юрте, работаем по найму. На еду зарабатываем, и, слава богу, дети здоровые». Заведующий отделением областного перинатального центра Салтанат Акашкарова разводит руками. Впервые в её практике у роженицы нет ни удостоверения личности, ни даже собственного свидетельства о рождении. Однако держать в больнице здоровую женщину с ребёнком, конечно, никто не собирается. «В данной ситуации Аиды места жительства даже нет. У неё с рождения документов нет, метрики нет, удостоверения нет. Я даже не знаю, как она будет дальше оформлять. Но мы выпишем после акта милиции. Аиду выпишем, но она должна в течение двух месяцев оформить ребёнка». Теперь Аиде Дасаналеевой придётся доказывать свою личность в суде. Кроме того, женщина каким-то образом должна найти подтверждение того, что именно она – мать своей старшей дочки. И только после этого, по справке из роддома, Аиде выдадут свидетельство о рождении на сына. В областном департаменте юстиции женщине обещают помочь. «О ситуации с Аидой Дасаналеевой мы получили информацию два дня назад. Сейчас мы уже выяснили, что мама Аиды живёт в Арысе. Правда, точно ответить, где она родила свою дочь, она затрудняется. Поэтому мы отправили запросы во все районы, чтобы получить хоть какие-то сведения о рождении Аиды. Ведь не может же быть, чтобы не было никаких данных о человеке, которому уже 25 лет. Но если в течение 15 дней не найдём, будем оформлять через суд. После этого мы поможем Аиде оформить документы и на её детей». По данным сотрудников Южно-Казахстанского отдела РАКС, два или три раза в год к ним обращаются жители области, ни разу не получавшие удостоверение личности. Но чтобы гражданину страны за 25 лет жизни ни разу не понадобилась собственная метрика, с таким они сталкиваются впервые. И сколько ещё в области таких неучтённых семей, не знает никто.